Здравствуйте! Это Суть Дела. В первое десятилетие 21 века россияне начали много копить, но еще больше влезать в долги. При этом мы пока видим только преимущество такого поведения, возможность повышать уровень жизни, почти не тратя на это денег, и одновременно увеличивать сбережения. Но мы слишком далеко зашли в накопление долгов и уже теряем колоссальные деньги на невыгодные для нас население, но выгодные для банков процентной политики. Ускоренный рост сбережений – обратная сторона роста долгов. Именно возможность получать товары за часть их цены становится стимулом для сбережения высвободившихся денег. А рост сбережений толкает на новые кредиты и так далее. По кругу. За последние 4 года мы стали свидетелями впечатляющего изменения потребительского поведения россиян. Мы с бешеной силой стали копить сбережения и делать долги, причем и то и другое одновременно. В 2014 году по отношению к 2010-му долги россиян перед кредитными учреждениями выросли в 3,1 раза, а сбережения в 2,4. Причем это не полная оценка сбережений, это только банки, а есть еще сбережения в наличных, ценных бумагах, недвижимости. Но даже оценивая только официальные финансовые сбережения при инфляции за 4 года в 1,34 раза, это колоссальный скачок в показателях. В классической экономической науке считается, что сбережение – функция дохода. Чем больше доход, тем выше уровень сбережений. Но в последние годы в России эта теория явно не работает. Реальный среднедушевой доход за 4 года вырос всего в 1,1 раза. Сбережения росли в разы быстрее. Мне почему-то кажется, что объяснение этого парадокса в неучтенных доходах населения. Вам ведь знакомо такое словосочетание? Черный нал. За 1997-2013 годы население уплатило банкам 6,5 триллионов рублей в виде процентов за пользование кредитами. В 2013-м население вдвое больше платило процентов банкам, чем получало по своим депозитам. Для сравнения, выплаты процентов банкам практически приблизились к сумме трат населения на приобретение недвижимости в 2014-2015 годах. Людям кажется, что сберегают они свои деньги, а в долг берут чужие. Раздают, почему не взять? Отчасти из-за хитрой политики банков и финансовых структур люди не всегда могут понять, сколько и когда им придется платить процентов по кредитам. Но главное в этом решении людей, вероятно, желание повысить свой уровень жизни. Они получают товары вроде бы бесплатно, ну или за малую часть цены, и при этом еще копят деньги. Субъективного ощущения людей, что они дважды богатеют. Хотя по факту мы видим ситуацию обратную. Люди все больше попадают в долговое рабство. Машинка, фактически превращающая долги граждан в их сбережения, это почти что печатный станок для денег. Она дает двойной эффект, ведь рост долгов прямо расширяет платежеспособный спрос людей, а рост сбережений финансирует инвестиции, что дает возможность увеличить производство. Во время прошлого кризиса ставка рефинансирования ЦБ менялась намного слабее и достигла заметно меньшего уровня, максимум ее 13%, хотя экономика и население были намного меньше закредитованы, чем сейчас. В Сбербанке в 1991 году были заморожены сбережения граждан, а потом власти допустили, чтобы их съела инфляция. Люди получили сильный удар по своим вкладам в 1998 году из-за волны банкротства банков. Сбережения не сгорели так откровенно, как советские, но люди потеряли проценты и курсовую разницу по валютным вкладам. И несмотря ни на что, люди упорно копят вновь и вновь. Сегодня мы на новом этапе развития, когда россияне входят в кризис с очень высоким уровнем личного долга. По сравнению с ним уровень личных сбережений выглядит скромно. Неплатежи по долгам населения уже начали заметно возрастать. Банки, создающие под неплатежи стопроцентные резервные фонды из своей прибыли, остаются фактически без этой самой прибыли. В первом квартале 2015 года банковская система сработала практически в ноль, едва избежав убытков, а с лета вступает в силу закон о личных банкротствах. Насколько сложившаяся система с высоким уровнем личного долга людей выдержит предстоящие потрясения, трудно сказать. Но каждому из нас необходима долгосрочная личная финансовая стратегия. это государство может плыть по воле волн, а мы нет. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова